Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 950. События дня. Сирахов 7.39. Во всех делах Твоих помни о конце Твоем, и вовек не согрешишь! За 23 июля 2018 года. За понедельник. С.А. Игнатий Тихонович, про свидетельство о крещении, если мне оно не пригодится в жизни, то можно оставить у батюшки, считая к истинному православию, слезы ручьем. Спаси вас, Господь! Это как надо любить Бога, чтобы приложить такой труд к чадам Его! Спаси Христос от всех человеков! Ездра. Это вновь крещеный человек приезжал. Вчера показали, вот как хор поет. Вот я его вставил, хор еврейский. Еврейский спросил, кто отвечает. А Роман Проликов отвечает. По мне, пение Виктора Николаевича Савченко лучше. Не знаю. Но я тоже так считаю. Но если не я Роман сказал так, я считаю лучше духовное так. Ну ладно там. А они, ау, брум-брум, только игра иди. Эй, нет, он и... Какие слова говорит? Вот, в смысле. С каким вдохновением? Я даже хотел показать, о чем здесь речь идет. Вот. Вот сейчас здесь включу. Может быть, включится. Как они поют. Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, вседержитель, Правильные истины пути Твои, Царь Святый. Я там не знаю, как они. Ты еди. Вот. Я хотел сказать вам о том, что мистика. Как раз про это. Что-то бывает такое мистическое, где-то... Поют они. Ну, хорошо поют. Вот вещь, говорит. Виктора Савченко, Николаевича Савченко. Лучше. Сергей Игорьевич. Спасибо, Христос. Пошел, шел, песню, молитву о хвале Господу. Хорошее исполнение, как монашеского хора. Да хранит Тебя Господь, Игнатий Тихонович, и укрепляет Твоих духовных и телесные силы. Как нам нужен живой пример для подражания жизни во Христе, быть твердым и мужественным, о чем говорил Господь Иисусу на вину. И писал апостол Павел своим ученикам. Как важно уметь не щадить свою плоть, а благоразумно выжимать из него все, чтобы приносить плоды Господу, испытывая удовлетворение, добросовестно выполненные работы во славу Божию. Шестидесяти годам уже не те силы, не говоря о Твоих годах, Игнатий Тихонович. Но я вижу, что Ты не сдаешься и продолжаешь плодотворно трудиться. Дай Бог Тебе до конца пройти уготованный Отцом Небесным жизненный путь и вести по нему в соборную апостольскую церковь других христовых словесных овец. Вчера после литургии 22 июля 1918 года настоятель Свято-Тихоновского прихода отец Николай Шипилов, когда я подходил к Иисусу, спросил у меня, не собираюсь ли я каяться в том, в чем он меня недавно оклеветал, то есть в повторном крещении у Игнатия Лапкина. Я ответил, что у меня одно крещение, которое было начато в детстве, но без троекратного погружения. И закончено год назад по канонам церкви путем троекратного погружения. Как бы возликовали пастыри-наемники и лютые волки, готовые заживо проглотить священников, исправляющих допущенный ими брак, имитирующих таинство крещения путем мочения головы крещаемого, если бы я публично отрекся от 50-го апостольского правила, изовел об истинности своего крещения без погружения в детские годы. Бояться надо оскорбить Бога через непослушание святым отцам, принявшим каноны церкви по вдохновению Святого Духа, а не злоупотреблении власти священников, незаконно отлучающих ревностных православных христиан от евхаристического общения с верными. Поэтому мне в какой-то мере понятен страх священнослужителей, которые, будучи моченными, а не крещенными, страшатся принять истинное крещение, чтобы не быть отлученными от верных своим архиереям, если тот лютый волк и потворствует практике лжекрещения путем мочения головы крещаемых, да еще за деньги, согласно прескуранту. Твое духовное щадо, Игнатов Сергей Игнатов, Сергей Егорович, с нами Бог, есть и будет. Аминь. 23 июля 2018 года, с нами год. Год Метунс, немцам писали. Немец приехал тут, Павел Эдуардович, и говорит, а вы задумались, что на бляхах у немцев написано Бог с нами? Я говорю, да. А вы думаете, какой Бог? Ну, Бог. Да нет же, это о Гитлере речь идет, Год Метунс. Ну, что, за Бога считали? Ну, вот так. Они верили ему. Клятву-то давали не просто Родине там, и клянусь Советскому Союзу, а именно Гитлеру, наверное, Саддольфу. То есть, они были намертво связаны с человеком. А связанным с жизнью и смертью только с Богом надо быть. Ну, вот, видишь. Атанимов с Германии вернулся, к своим летал, и многое узнал, и говорил. Говорил, много очень хорошего. Вот так. Ну, еще сказать, вчерашний день, это понедельник был у нас. Вот. Весь день морозь. Морозь. Это мелкий-мелкий, как и ситечка, но не походишь, промокнешь. И так сидели целый день. Я посмотрел, в воскресенье показали, беги, мальчик, беги. Франция, Германия и Польша ставили, как я понял. Как мальчик один бежал из варшавского гетто. И далее, как охотились, вылавливали еврейских. Национальность еврейской, его по обрезанию определяли. И я кое-что не расслышал. Вчера попросил Володю еще раз показать этот фильм. И заново останавливался на каждом слове, правильно ли я понял. Потратил еще время, но теперь могу говорить. Хороший фильм. Вот если бы показали этот фильм во время войны или до Гитлера, потом показали, с чем это кончится, как Гиммлер, там Геринг, стреляют, сами себя уничтожают. Где Гесс окажется? Ну, вот. Нет, раньше-то не было ума, не увидели эти. Хотя даже этот колдун, Вольф Мессинг, уже говорил тогда о победе социализма Советского Союза. Смотреть страшно. Мальчик, сколько он перенес. Заодно у этого мальчика одной его слезинки весь этот поход Гитлера не стоит. Когда он переобувается, проваливается под воду и далее, как руку его затягивают, там, где отрезают руку. Ужасно. Не знаю, почему я всю жизнь с ребятишками представляю, как это было. И к себе прикидываю. Мы тоже жили в бедности, но были любимы. Никто нас не игнал так. А это везде и всюду травят, да не как собаку, как зверя какого-то. Кого он тронул? Евреев. Это богоизбранный народ, богом избранный. Но они вот обобрали всех, революции сделали. Я ничего не опровергаю. Я хочу только сказать, что если раньше считалось 2896 наций на речи, то сегодня раскопали уже около 7 тысяч, но исчезающие там, мелкенькие разные племена, дикие. И избран был только Авраам, Ибрагим по-арабски. Это избранный. И через него совершается история. Три мировые религии. Ислам, так что он расслышал, взял основатель отсюда еврейское, сейчас есть иудаизм, и христианство. Три мировые религии. И откуда идет от евреев? Кто все банкиры евреи? Слушай. Алло. С миром. А? Что? Да нет, еще не знаю. Ночью отошла. Слава Христу. Мы готовы были послать сегодня во вторник, а Игорь не едет. Боя посылает два ведерка, и они между слоями ягоды проложены газеты. Ну, там, где прикасалась газета, можно помыть. Но не можем послать. А он не едет, наверное, до пятницы, а может и не поедет. Вчера мы специально пошли, ягод набрали, ягод. Да не надо никаких овощей, не покупайте без разрешения. Покупайте. Послушай, сегодня вторник, он, наверное, уехал. Что ж раньше-то не позвонил это. Уже вторник, уезжай, это в 4 утра. Куда заехать? Куда заехать? Ну, к тебе заехать, а мы-то дать ничего не можем. Если бы ты сказала вчера, я бы уже послал. И отослать дальше знаю. Все, отошел. Весь день так вот прошел. Сейчас сообщили, отошла Настя. Настя вчера ночью умерла. Дробот Анастасия Валерьевна. Сейчас ребятишкам пойду еще сказать надо, не знают они. Здесь у меня и Фросини, и Нестор. Их мама. Бедная. Сколько она мучилась. Сердце крепкое. И она умереть должна была уже десятки раз. Ничего не работает. Не пьет, не ест ничего. Живет неделю за неделей. Ну, вот так Господь помиловал. Будем молиться. Умерла в вере, причащалась, исповедовалась, соборовалась. Все как положено. Положено поистине Господней. Ну, вот показать еще наши ресурсы. Некоторые, если не знают. Вот. Я хотел сказать вам, особо мистика. Вот это вот мой мир. Это такая мистическая. Где-то показалось, сказалось выше. Это вот форум. Ну, все время такое, к этому не очень люди располагают. У меня давно... показан мой ютуб. 11 тысяч 900 роликов. Это очень серьезно. Ну, тут все сейчас посмотрели. Мистика про Горбачева. 90... За один час пришло 92. Это у нас очень хорошее считается. Ну, а остальные тут по 10, поменьше. 22, 8, 12, 5. Ну, вот сегодня я выставил 19 роликов. Вчера 22 за раз. То есть много снимаем, и ролики всю нашу жизнь показывают. Потом люди будут разбираться. Ну, и православный библейский сайт во свете Библии. Самое ценное, считаю, это вот 4124 вопроса и ответа. Вчера скайп принудили просто нажать, что они заменяют программу. Не знаю, что ли кто-то, то ли скайп, а бы знал, что это организация скайп, ты сразу принял бы. А так всякие люди подделываются, что попало делать вирусную, и запускают. Ну, позвонил программисту своему Виктору, и он ответил, не делай, делайте все, а то и вас исключат. Ну, и правда, тут код прислали. Все. Теперь скайп, вот, теперь есть скайп у нас. Екатерина тут. Видите, как по-другому они изменили. И на этом у нас сегодня все.